Вот этот уклон, он позволит принимать воду в эти дождеприемники, чтобы вы уже ложат. Их будут ниже делать? Нет, так важно. Ольга Николаева проживает на улице Олимпийской, 25. Признается, раньше у всех жителей этого дома в гардеробе были резиновые сапоги, так как вся близлежащая территория постоянно затапливалась. Летом в период дождей, а весной из-за таяния снега. Я не могла ни с какой стороны обойти дом, чтобы попасть в подъезд. Я сейчас пошла в дом управления, они обещали привезти мешочки с песком. Приехали, сбросили, а они тонут просто. Меня и еще одну соседку с нашего же дома посадили на ковшу этого трактора и подвезли к подъезду. Мы довольны, что проводятся такие работы, что будет все ровно, будет удобно ходить. Жителям надоело добираться домой чуть ли не вплавь. За помощью они обратились в местную администрацию. Жители, конечно, обратились во многие инстанции, нашли пути решения, мы с ними встретились, обсудили проект благоустройства и на сегодняшнем этапе мы эти работы проводим. Тут дорога, конечно, давно не ремонтировалась, асфальтобетонное покрытие было разрушено из-за потопления территории. Рабочие занимаются обновлением внутриквартального проезда. Сейчас во дворе идет монтаж бортового камня и устройство основания дороги. Совсем скоро здесь появится новый асфальт, а также входные группы к подъездам, парковочные места для автомобилей. Согласно контракту, до конца ноября подрядчик планирует завершить все работы. Что касается их финансирования, то оно идет за счет субсидий. На данном участке, в принципе, легко было выполнять работы, есть с чем сравнить. Есть просто дворы, где непосредственно очень много машин, и чтобы всех с дворовой территории выгнать, так сказать, время занимает. А здесь, в принципе, жители, кооператив у них такой сложился, и они, в принципе, нам помогли. Очень рады были нас видеть. Также в прошлом году во дворе установили дождеприемные колодцы. Их эффективность жители уже успели оценить. Дождевая и талая вода теперь быстро уходят с улиц. Ксения Баканова, Константин Головин. События.